Всем привет! Рад приветствовать вас на седьмой лекции мини-курса под названием полная история семейства GPT. И сегодня мы с вами поговорим про результаты, которые исследователи OpenAI показали сначала в своей статье, а затем на то, как люди пытались подыкать эту модель и разобраться насколько хорошо она работает в других задачках. Более конкретно, мы поговорим про то, как мы будем замерять метрики и обсудим что такое InContext Learning. Это понятие с момента выхода GPT-3 стало еще более важным и актуальным. Дальше обсудим результаты в классических менчмарках, которые наверняка вам знакомы или которые мы разбирали в предыдущих лекциях. Постаньте ответить на вопрос, понимает ли наша модель или она просто выучивает и предсказывает, что она видела во время тренировки. И конечно же закончим очень важной темой, поговорив про GPT-3 в контексте недобросовестного использования AI в нашем реальном мире. Итак, как обычно оцениваются модели, как традиционный бенчмарк выглядит, если мы забыли про линейку GPT и забыли про все предыдущие лекции. У нас есть некоторый набор для print-тюнинга, набор для дообучения. Обычно это может быть либо пара запрос-ответ, либо это запрос и какая-то метка, что тоже в некотором смысле является ответом. Либо в случае машинного перевода это может быть одна последовательность текстовая и вторая. Нам необходимо перевести первую, соответственно, в последовательность на каком-то другом языке. Ну и тут дам пример перевода с английского на французский, насколько я могу судить. Что мы делаем? Мы берем, собираем патч некоторых примеров, делаем forward pass, потом делаем backward pass и после этого мы делаем шаг крадиентного спуска для того, чтобы вновить веса модели. Повторяем это много-много итераций, потратив немаленькое количество ресурсов обычно. И в конце мы получаем модель, которая каким-то образом понимает нашу задачу и умеет давать ответ, но зачастую для нее. И вот конкретно этот способ, он был применен в GPT-1. В GPT-2, напомню, мы никакого фантюнинга уже не делали, а в GPT-3 мы тоже не будем его делать. Мы от этого отказываемся в сторону того, чего мы сейчас рассмотрим. Начнем мы с описания того, что такое заросшот. Мы подозреваем, что наша языковая модель, она в некотором смысле понимает, что мы ей пишем, и мы можем нашу задачу перед ней подставить таким образом, чтобы вероятность корректного дописания ответа, поскольку это языковая модель, она может продолжать наше предложение, была такой, что она повышает шансы генерации правильных ответов и, как следствие, бустит метрики на каком-то матчмарке. Задачей перевода мы можем просто сказать модели translate English to French, или переведи английский на французский. Это будет называться task description, и после этого мы даем ей наш объект, например, слово cheese по-английски, и ожидаем, что модель сгенерирует продолжение по-французски после стрелочки в виде символа равно и знак больше. В теории, на самом деле, если наша языковая модель достаточно умная, и она хорошо улавливает паттерны, которые видела в интернете, нет никаких оснований предполагать, что она будет выдавать какую-то низусветицу, потому что, в моем понимании, как человека, который работает с языковыми моделями, я бы ожидал, что модель будет писать наиболее вероятное продолжение, а наш мир так уж и устроен, что наиболее вероятным продолжением является правильный ответ. И на самом деле это гипотеза работы. И тут немножко неправильная подпись была в статье OpenAI, потому что только-только зарождалась область. Вот вся вещь, которую вы видите в этом голубо-сером боксе, это и есть prompt. И он содержит task description и какой-то конкретный объект. В нашем случае это запрос на перевод cheese. То есть не только вторая строчка называется promptом, но и весь этот бокс. Можно пойти еще дальше и применить то, что называется few-shot learning. Это когда мы даем сначала описание задачи, потом даем несколько примеров, которые показывают, что конкретно мы ожидаем от модели. И в конце написываем новый пример, для которого мы ожидаем, что будет сгенерирован правильный, хотелось бы, правильный ответ. И оставляем это на усмотрение модели, смотрим, что она будет дописывать. И как вы понимаете, скорее всего, хорошая языковая модель, опять же, поймет, ага, от меня просят перевести формат ответа вот из такого в такой. Теперь я понимаю свою задачу, и я буду длинировать как можно чаще правильный ответ. И как частный случай такого few-shot learning, мы также будем выделять то, что называется one-shot. Это все то же самое, только мы в контексте подаем всего лишь один пример. Ну, видно, что у нас есть первая строчка description, описание задачи, вторая строчка — это как раз-таки наш один пример, и третья — это то, что здесь подписано prompt или пример запроса, для которого нам необходимо сгенерировать ответ. И если у нас, например, в датасете содержатся 10 тысяч объектов в валидационной части, мы просто 10 тысяч раз делаем ту же самую первую-вторую строчку, а в третьей мы первую часть меняем до знака стрелочки вправо. И все эти требования, они называются in-context learning. Почему? Потому что модель никаким образом не может понять, что мы от нее хотим, кроме как из контекста. Мы прям естественным языком берем и пишем «Переведи с одного языка на другой, используй вот такой формат». Вот что мы от тебя ожидаем. И, конечно, некоторые задачи можно сказать, что попадались в интернете, например, как мы разбирали в случае GPT-2. Это может быть TLDR для того, чтобы сделать summary, или запрос на перевод тоже в целом более-менее понятно, как сделать. Но, собственно, пример перевода здесь и приведен. Но если мы берем какие-то более advanced задачи, то все еще возможно, что они встречались в интернете, но для каких-то прям совсем кастомных и специфичных задач скорее модель действительно должна применять свое понимание и пытаться из контекста изучить, что же вам необходимо сделать и сделать наилучшее предсказание, которое может. И именно такими методами мы и будем сегодня оценивать качество GPT-3. Полностью не используется fine-tuning, используется либо zero-shot, либо one-shot, либо few-shot, или другим словом, in-context learning. Давайте начнем с самой-самой простой задачки для языковых моделей. Это, внимание, языковое моделирование. Мы уже говорили про датасет Lombado. Он должен быть вам знаком. Здесь есть две основные метрики, на которые мы смотрим. Это accuracy, то есть доля правильных ответов модели в угадывании последнего пропущенного слова. И перплексия, которая показывает то, насколько хорошо или плохо модель угадывает вероятности правильного ответа. И если, когда мы говорили про GPT-2, до ее выхода State of the Art результат перплексии был 100, GPT-2 опустила его до чуть менее чем 10, и GPT-3 в режиме few-shot, когда мы ей подаем 15 примеров, она достигает перплексии 1.92, то есть очень-очень низкой. Это что означает, что она почти всегда угадывает правильно и присваивает высокую вероятность правильным токенам. Если мы посмотрим на график слева, который изображает рост метрик по ходу изменения размера модели, то есть чем правее находится точка, чем больше модель была использована при замере метрик. И, во-первых, легко заметить, что это, во-первых, новый State of the Art результат, причем во всех трех сеттингах, Zero Shot, One Shot и Few Shot. И самое интересное, я здесь отметил зеленой стрелочкой, что в какой-то момент, после того, как модель становится больше, чем 2 миллиарда параметров, в ней прорастают навыки Few Shot. И когда мы подаем примеры, она значительно лучше начинает выдавать ответы. И в целом это логично, поскольку мы начинали наш мини-курс с того, что говорили про компрессию и про необходимость учитывать контекст, когда мы подаем какой-то набор примеров, грубо говоря, это наш датасет X в терминах компрессии, и мы используем паттерны из него для того, чтобы лучше моделировать датасет Y или сжимать датасет Y. И поскольку мы очень хорошо научились предсказывать на основе датасета X, что нам необходимо, то у нас и существенно падает перплексия, и существенно вырастает accuracy. Но тут просто разрыв буквально неприличный, более чем на 15% относительно предыдущей соты. И также использовался другой датасет Hellasweck для замера навыков моделей в языковом моделировании. К сожалению, здесь State of the Art результата не получилось, но видно, что метрики, во-первых, улучшаются с увеличением длины контекста, а во-вторых, все равно показывается какой-то нетривиальный перформанс. Ну и важно понимать, что State of the Art для этого датасета это все-таки модель, которая обучалась на тренировочной выборке этого датасета. А здесь, напомню, мы никакого обучения не производим. Максимум, который мы используем, это мы из тренировочной выборки берем 15 примеров, помещаем их в контекст, чтобы дать модели понять, что мы от нее хотим, и заставляем работать. И про это есть одно очень-очень интересное замечание. Датасет Lombard сконструирован таким образом, что мы всегда должны предсказывать последнее слово в предложении. Но, к сожалению, для языковой модели, в предыдущих итерациях разработки GPT и других языковых моделей было невозможно никак дать понять модели, что это факт того, что предложение должно здесь заканчиваться. Потому что в теории, утилизируя эту информацию, модель может сделать более правильное предсказание, оно будет более взвешенным. И в статье про GPT-3 предлагается делать следующий трюк. Пишется предложение, потом ставится несколько нижних прочерков, и точка, показывая, что предложение заканчивается. После этого мы ставим стрелочку и говорим, какой ответ мы ожидаем. Это в случае в OneShot и FewShot, конечно же, в ZeroShot, где мы пишем только инструкцию. Такого не предусмотрено. И когда мы подаем новый пример, в теории у модели есть информация о том, что она должна предсказать одно слово, потому что во всех примерах, которые мы отдаем, там всегда одно слово. И во-вторых, она видит, что здесь стоит точка. То есть это абсолютно точно конец предложения. И ничего перепредсказывать там дальше какое-то предложение, история невероятная, не нужно. И это тоже повышает качество, как легко заметить по табличке с метриками. Идем далее. Перевод. Здесь очень-очень интересная ситуация складывается. Давайте посмотрим на эту табличку. Здесь изображено несколько языковых пар. Это французский-английский, английский-немецкий и английский-романский. В самой верхней строчке, где подчеркнуто слово supervised красной чертой, это state of the art методы и их метрики на всех датасетах с обучением на специально отобранном корпусе для этих языковых пар. То есть большое количество экспертов собрало большой-большой датасет для обучения моделей, обучились и показывают свои метрики. И с ними будем сравниваться. Следующая секция, следующие три строчки модели XLM, mass и mbar, это unsupervised методы, такие же, как наши GPT, которые не получали большого количества разметки, и тем не менее все равно показывают очень интересный перформанс. Ну и самый последний блок из трех строчек, это наш любимый GPT-3, которым мы и интересуемся сегодня. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что GPT-3 все еще использует токенайзер от GPT-2. А токенайзер, напомню, мы составляли на основе датасета, где практически все тексты были на английском языке. То есть наш токенайзер для модели и, как следствие, генерации модели будет не самый-самый оптимальный. То есть в среднем, для того, чтобы сделать перевод на какой-то другой язык или прочитать текст на каком-то другом языке, требуется гораздо больше токенов. Второе, что важно помнить, это то, что в тренировочной выборке GPT-3 всего лишь 7% токенов были на неанглийском языке. И это придет нас к очень интересным замечаниям. Давайте сначала посмотрим на те цифры, которые я выделил. Это state-of-the-art результаты в задаче машинного перевода. Для тех из вас, кто не знает историю Natural Language Processing индустрии, скажу, что перевод — это одна из самых горячих и самых проработанных индустрий. До чего уж тут-то и тайна. Достаточно вспомнить, что Attention is all you need, статья, которую предложил архитектурный трансформер, она была разработана командой Google Translate именно для задачи машинного перевода. Лучшие умы всегда кидались на эту задачу. И это, наверное, один из самых понятных и простых продуктов, которые можно предложить пользователю, к которым можно развернуться с точки зрения языкового моделирования. И мы берем очень-очень проработанную задачу, которая показывает, результат было максимально престижно. Мы видим, что на всех трех языковых парах в задаче перевода мы ставим state-of-the-art результат. Метрику 35 Blue Score мы повысили до 39,2. Причем обратите внимание, что, опять же, чем больше контекста мы даем модели, тем лучше она переводит. Когда мы даем просто инструкцию, переведи с французского на английский, мы получаем 21 Blue Score, что существенно меньше, чем state-of-the-art результаты и даже модели, которые были обучены без разметки. OneShot делает существенный скачок до 30 буквально 4 Blue Score. И при добавлении нескольких примеров для перевода модель показывает существенно лучше метрики, что подводит нас идее, что те мысли, которые у нас появились во время работы с G5,2, где авторы показывали нетривиальный перформанс для перевода, хоть он и существенно уступал. Этот принцип работает. Мы просто накинули больше данных, добавили больше не английских данных, обучили модель побольше, обучали ее дальше, и бум, у вас получается state-of-the-art модель. Ну, прямо прекрасно. Одно интересное замечание, которое, я надеюсь, вы сможете увидеть в этой таблице, заключается в том, что все три state-of-the-art результата, ну, на самом деле два, потому что в последней колонке мы показываем результат близкий, кстати, но не превосходим ее, это все результаты в задаче перевода на английский язык, а не с английского языка. И видно, что если мы двигаемся из первой колонки во вторую, то есть, например, из английского во французский, это первая колонка, а вторая с французского на английский в направлении перевода, то наши метрики всегда растут. И это не должно быть удивительно. Две причины я уже озвучил, это токенизация и количество токенов в тренировке. И из этого, на самом деле, также исходит и третье, что английский язык для модели, он более нативный, и гораздо проще генерировать последовательности текстов на английском языке, но при этом другие языки она понимает, просто не может о них очень-очень хорошо писать. Поэтому все стенд-дзарт-результаты, которые здесь были достигнуты, они как раз задача перевода на английский язык, а не с английского языка. И это, насколько я могу судить, ситуация сохраняется и на текущий момент. То есть, у моделей очень хорошие навыки понимания Natural Language Understanding. Они прекрасно понимают, что вы пишете на разных языках. Это, например, касается ГРТ-4. Но генерация, они все-таки чуть-чуть похуже на языках, отличных от основного, на котором производилась тренировка. Окей. Движемся дальше. Давайте посмотрим также на синтетические задачи, которые предлагали OpenAI. Что было сделано? Было выбрано несколько типов разных задач, и мы остановимся на математике. Ребята из OpenAI взяли и сделали такие задачи, как сложение двух цифр, вычитание двух цифр, тоже применимых к трем цифрам, к четырем цифрам и так далее. И замерили метрики качества при увеличении размера модели. И видно, что для двух и трехзначных чисел самая большая модель на 175 миллиардов параметров она показывает очень хороший перформанс. Эккурси выше 80% для всех четырех упомянутых кейсов и при этом 100% невероятный для сложения двухзначных чисел при использовании самой большой GPT-3 в режиме фьюшота. Тут у вас может возникнуть вопрос. Во-первых, как это валидировалось, а во-вторых, не является ли это запоминанием. Как это валидировалось? OpenAI для каждой из этих задач по 2000 случайных примеров, так, чтобы они соответствовали интервалу, который здесь указан. То есть, если мы складываем два двузначных числа, то мы берем случайно одно число двузначное, случайно второе число двузначное, и иногда эти числа, например, могут давать в сумме трехзначное число, это никого не волнует, и смотрим, насколько хорошо модель умеет обсуществлять эту операцию. И именно в таком сетапе производилась валидация. Видно, что даже для четырехзначных чисел GPT-3 в режиме то есть, мы не можем сказать, что наугад вычитая или складывая четырехзначные числа, мы в 25% случаев, если будем писать какие-то случайные рандомные числа, будем угадывать ответ. Но не запомнила ли эта модель? И OpenAI проводит исследование своего тренировочного датасета, к которому, конечно, ни у кого вовне доступа нет. Они сделали поиск по двум паттернам, это нам один плюс нам два равно чему-то, и еще второй, это нам один, и плюс написан не знаком, а словами. И посмотрели в своей тренировочной выборке, как часто это встречается. И всего лишь меньше одного процента данных пересекалось в случае трехзначных операций. То есть, мы самплировали рандомно тысячи случаев, и меньше 20 пар в случае сложения пересекалось с тренировочной выборкой. Что указывает на то, что даже если на этих 20 парах модель запомнила ответ, она каким-то образом смогла взять и обобщить эти концепты так, что будет достигать качества 80 и 94% для сложения и вычитания соответственно. Так что, скорее всего, мы не говорим о меморизации, о запоминании, и на самом деле в моем понимании это бы также не объяснило того, что у нас появляется большой прирост с in-context примерами. Так что, мы даем модели более полное понимание задачи. Я бы понимал, если бы у нас был прирост от 0-шота к 1-шоту, когда мы, по сути, указываем модель, что мы от нее ожидаем, но тогда бы я не ожидал очень большой разницы между 1-шотом и 1-шотом. А тут, когда мы добавляем некоторое количество примеров в промп, модель существенно улучшает свои математические навыки. Помимо математических задач также рассматриваются задачи, связанные с языком, с перестановкой букв, в плавах и тому подобное, но на них мы зацикливаться не будем. В целом, там не очень интересные выводы, буквально те же самые, что мы можем увидеть здесь в математике. Куда интереснее посмотреть на задачу Question Answering или ответы на вопросы. Здесь представлены результаты для трех датасетов Natural Questions, Web Questions и Trivia QA. И в одном из этих датасетов в последнем GPT-3 ставит Set of Dart результат, обойдя модель RAC. И самое важное, что тут стоит понимать, что здесь для модели мы не подаем контекст, который содержит ответ. Мы можем подавать в качестве контекста либо инструкцию за расшот, либо инструкцию и один пример в фунтшот, либо инструкцию и несколько примеров в фьюшот. И после этого формировать уже наш конечный вопрос. А первая система, которая здесь указана, RAC, Retrieval Augmented Generation, термин, который вам стоит запомнить, потому что, во-первых, мы к нему позже вернемся, а во-вторых, потому что с 2023 года это один из самых важных подходов к работе с LLM. Этот метод опирается на то, что у вас есть огромный корпус, среди которого вы можете искать ответ и после этого подавать его в ваш LLM для того, чтобы из него она сформулировала финальный ответ. Например, что делалось в этой работе, которая подчеркнута красным цветом? Взяли всю Википедию, викторизовали ее с помощью имбедра модели типа Берта и после этого положили в специальный поисковый индекс. И когда появляется некоторый вопрос, эта модель смотрит этот поисковый индекс, находит несколько релевантных пассажей или параграфов из Википедии, читает их и выдает ответ. И вот этот пайплайн, когда мы можем напрямую подсматривать в Википедию, показывает на последнем датасаде качество 68% правильных ответов, в то время как наша GPT-3 без подсматривания в любые параграфы и внешнюю информацию, просто делая инференс из своих весов, получает результаты сравнимые или даже лучше. О чем это говорит? О том, что, во-первых, модель имеет внутри себя огромное количество знаний о нашем мире, которые можно очень быстро находить, а во-вторых, что, используя неструктурированную информацию, кроме Википедии, из всех веб-страниц, которых она прочитала, модель понимает, что конкретно ей нужно в данный момент, и обогащает ту выборку, которая была из Википедии, какими-то дополнительными знаниями, что тоже очень ценно. Можно представить это себе следующим образом. Википедия позволяет нам упорядочить наш граф знаний, а из всех остальных страниц мы просто присоединяем к нему новые ноды, по которым мы можем теперь давать ответ, что тоже очень интересно. К сожалению, этого же нельзя сказать по другим двум датасетам. По датасету WebQuestions GPT-3 показывает очень хороший около сетов ZART Performance, но, тем не менее, уступает. Однако, такую систему все еще можно использовать как вопросно-ответную, особенно, если вы примените методы, похожие на RAC, но об этом мы поговорим через лекции, наверное, 5. И маленькая справка, чтобы лучше дать понимание, что такое вопросно-ответные бенчмарки и что такое DTSET-3VIA-QA, на котором был поставлен стейт-овзарт результат, это может выглядеть примерно вот так, как вы сейчас видите на слайде. У нас есть некоторый вопрос, у нас ожидается ответ, мы пишем A двоеточие, и модель должна дописать что-то одно. И при этом, конкретно в этом татасете 3VIA-QA для каждого вопроса существует несколько правильных ответов, они могут быть написаны в разном регистре, они могут написаны с разными сокращениями, просто у одного ответа может быть несколько людей, которые удовлетворяют этому ответу, и вполне возможно, что именно в таком сетапе модели было легче отвечать на вопросы, потому что если он не угадает то дадим правильный ответ, она всегда может оказать второй правильный ответ. В других бенчмарках прироста метрик такого существенного над state-of-the-art решением не наблюдается, вероятно, насколько я могу судить, там не для всех вопросов существует несколько правильных вариантов ответа. Окей, от question-answering мы переходим к набор дотасетов Superglue. Это такой бенчмарк, который использовался на рубеже 20-21-х, не знаю, годов для бенчмарка новых моделей. Он состоит из 8 датасетов, и на этом графике показывается изменение метрик при, опять же, увеличении размера модели с тремя разными техниками, которые мы разобрали, при условии, что в фьюшоте мы подаем 32 примера. И давайте попытаемся проанализировать этот график. Что здесь происходит? Во-первых, самая большая модель во всех трех сетапах показывает результат существенно лучше, чем случайное гадание. То есть она действительно что-то понимает из инструкции, которую мы пишем. Во-вторых, для моделей с использованием фьюшота верно то, что она превосходит результат BERT++ модели, это улучшенный BERT, который был зафантюнинен специально на тренировочных выборках этого датасета. А в самом верху мы можем видеть, что у нас есть Human Performance, то есть какое качество показывает человек на этих бенчмарках, и Funtune Sota, то есть самая лучшая модель, которая обучилась на тренировочных выборках всех 8 датасетов и была применена. Ее качество очень близко к уровню человека, поэтому от этого бенчмарка вскоре отказались, потому что с двух сторон. С одной стороны мы можем сказать, ну вообще-то наша GPT-3 не такая умная, она показывает себя чуть-чуть лучше с 32 примерами, чем BERT++ зафантюниненный на десятках тысячах примеров для каждого из 8 датасетов. А с другой стороны мы можем сказать, блин, мы с разметкой всего лишь 256 примеров, это 32 примера для 8 датасетов, которые мы помещаем в prompt, чтобы показать модели, что мы от нее ожидаем, опережаем модель, которая пару лет назад или год назад считалась очень-очень хорошей, и при этом она дообучалась длительное количество времени на десятках тысяч примеров. И мы ее обходим, используя очень маленькое количество разметки. Да, мы не достигаем статус-зарт результата, но для того, чтобы его достигнуть, нужно большое количество инженерии, большое количество собранных и размеченных данных, большое количество времени на все это. А то мы можем просто взять модель, дать ей prompt, дать 32 примера, которые мы соберем за 20-30 минут буквально вдвоем-втроем, и все. И она показывает очень приемлемый результат. И как вы понимаете, эта точка зрения наверное должна использоваться, а не первая, где вы говорите, ну, в целом перформанс не такой убедительный. Нет, перформанс как раз таки убедительный, потому что мы не делаем никакого дообучения, которое дорого бы нам обошлось. Что еще интересно, посмотреть, это то, как меняется качество нашей GPT-3, когда мы меняем количество примеров в промте, то есть даем меньше контекста. Видно, что самый большой скачок происходит в самом начале, где мы даем хотя бы несколько примеров 1, 2, 3, 4, и после этого качество лишь по чуть-чуть увеличивается ближе к концу. Тут вы можете вспомнить наш пример из предыдущей лекции, где мы рассматривали SparseAttention, где мы рассматривали то, насколько меняется перплексия при добавлении токенов в контекст Википедии. И здесь, по сути, происходит то же самое. То есть, чем более богатая релевантная выборка помещена в промт для работы модели, тем лучше. И на самом деле, если вы понимаете эту концепцию, то вы можете придумать огромное количество разных механизмов, которые еще увеличивают качество. Например, вы можете делать не случайную выборку примеров, как делалось здесь, для того, чтобы поместить их в промт, а разметить несколько тысяч таких примеров и выбирать из них те, которые наиболее релевантны вашему вопросу или в которых даже возможно содержится правильная информация и помещать их в промт. А ваша модель это будет утилизировать и еще больше и больше и больше увеличивать свое качество, что тоже очень приятно. Теперь перейдем к датасетам из категории Common Sense Reasoning, то есть те, которые, как нам верится, требуют некоторого размышления. И здесь представлены четыре датасета. По всем из них мы проходить не будем. Обратим внимание лишь на первый. Это Physical QA, где встречаются вопросы про физику реального мира. Например, что произойдет, если вы отпустите мячик, ударят с леона пол и что-то другое с ним произойдет. В общем, суждения, которые требуют некоторого, как нам верится и как верится автором от этого бенчмарка, которые требуют понимания нашего мира. И если мы посмотрим на метрики для этого датасета, то они как будто бы показывают стедуфт-зарт-результат. Опять же, без всякого дообучения, лишь примеров в промке инструкция. Но почему-то около них стоит астериск. И если вы посмотрите статью GPT-3, то окажется, что господа из OPNA ошиблись. Они допустили баг в фильтрации и дедубликации датасета. Поэтому, как они думают, некоторая часть тестовой выборки утекла в тренировочный сет нашей большой языковой модели. Поэтому эти результаты скорее не стоит воспринимать всерьез. С стедуфт-зарт-результат скорее всего не случился. Особенно это видно по другим бетчмаркам, для которых не было пересечений тренировочной выборки и тестовой выборки. И очень интересна формулировка, с которой пишут от OPNA It was not feasible to retrain the model. В целом это логично, потому что тренировка GPT-3 в свое время была оценена примерно в 3 с копейками миллиона долларов. То есть, да, вы допустили баг в обработке данных, теперь вам нужно выкинуть 3 миллиона для того, чтобы получить такую же модель, чтобы на одном бетчмарке вы померили метрики чуть лучше. Конечно, так делать никто не будет. Ну и стоит понимать, что неблагие горшки обжигают, поэтому, да, иногда баги случаются, но все это нас на самом деле больше подводит к ситуации, что непонятно, на чем обучались модели и насколько можно доверять разным метрикам. Что модели видели, что они не видели, что они запомнили, где они знают ответ, где они понимают ответ, где они придумывают ответ. И со временем, конечно, это проблема становится все острее-острее, потому что мы каждый раз увеличиваем выборку для обучения нашей модели. Но идем дальше. Если мы агрегируем метрики по 42 задачам и отрисуем отдельные линии для фьюшот, ваншот и зерошот сетапов, то мы увидим очень интересную ситуацию. С роста модели примерно около 10 миллиардов параметров происходит фазовый переход и навыки модели, которые зависят от контекста, то есть фьюшот и ваншот, они как бы делают некоторые отрыв и продолжают расти чуть-чуть быстрее, чем зерошот, чем просто понимание промтаб. Вполне возможно, что это указывает на то, что навыки понимания контекста модели, они в некоторый момент появляются, и если мы будем увеличивать масштаб нашей модели, то этот танк будет еще и еще и еще больше развиваться, что опять же будет приятно. И опять же, обращу ваше внимание, никакого градиентного спуска для дообучения модели мы здесь не применяли, это просто промтинг и подавание примеров ответов на вопросы промт для того, чтобы показать модели, чего мы от не ожидаем. И все-таки, мы уже затронули тему того, что модели могут что-то запоминать, а могут что-то понимать. Поэтому большое количество любителей в Твиттере и на разных форумах кинулись пробовать, а что же умеет GPT-3, а сможет ли она мою фикшенную задачу решить, или она не поймет, что я от нее хочу. И как пример, можно рассмотреть следующий промт. Мы говорим моделью, что она каждое слово должна заканчивать буквой пи, чего обычно люди не делают. Показываем ей несколько примеров, которые здесь выделены жирным, это все, что входит в промт, а в самом конце мы заставляем ее сгенерировать ответ. И мы видим, что это действительно работает. Каждому слову она дописывает буква в купе. Если пример не впечатлил, можно его немножечко разнообразить. Например, сказать, что мы не каждому слову дописываем буквой пи, а лишь к animal names, то есть к словам, которые обозначают животных. И если мы посмотрим на сгенерированные примеры, которые здесь не выделены жирным в самом низу, то для тигра, например, модель понимает, что нужно добавить буквой пи. Для артикля the мы этого не делаем, для частицы is мы этого тоже не делаем, и dangerous тоже остается без буквы пи. То есть как будто бы модель поняла, что вот из этого промта следует сделать. Ну и тем более, что мы указали, что cat, dog, tiger это примеры животных, и, соответственно, к ним нужно добавлять. Но модель не идеальна, она иногда ошибается, она посчитала, что в последнем примере бой, мальчик, это название животного, и добавила к нему пи. Знаете, возможно, она права. Если вам хочется посмотреть еще на другие примеры или на оригинальные исследования, вы можете загуглить то, что написано в нижнем левом углу. Вам найдется статья на Substetic, где проводились эти исследования, и там в целом очень интересно почитать выводы. но, наверное, нельзя на 100% быть уверенными, что такие примеры указывают, что модель понимает, а не запоминает. Потому что, когда мы радовались и говорили, ну, он Supervised Learning, это очень клевая тема, мы сможем взять весь интернет и сгрузить его в нашу модель, и после этого модель начнет его понимать. Интернет, он очень большой. Мы радуемся, что у нас есть большое количество для обучения, но мы не понимаем, что в этих данных происходит. Вполне возможно, что какой-то, не знаю, дурачок на форуме сказал, давайте мы сделаем такую задачу, где я буду так делать. Именно поэтому модель, прочитав текст, спаршный из того форума, умеет делать эту задачу. А может быть и нет. А может быть, правда, где-то посередине. Она видела похожие задачи, но, например, не где букву P добавляют к животным, а букву D к именам человека. Или что-то другое. И, в общем, тут непонятно, где проходит эта граница. Модель выучила концепт, модель поняла концепт, модель видела что-то похожее. Те же аргументы можно применять и к сложению, вычитанию и другим математическим операциям, так и к другим целым бетчмаркам. И я уже озвучивал эту проблему. В целом, становится все более и более сложно понимать, на чем тренировались модели, что является запоминанием, что является пониманием. И тут я предлагаю не проводить черту, но хочу показать вам один интересный пример. Что, если мы модели начнем давать новые слова и их описание? Это слова, которых не существует, они выдумываются из головы. Здесь я их подчеркиваю красной линией, и жирно выделено то, что сгенерировала модель. Мы даем слово, мы даем описание, что это такое. Здесь вы можете поставить паузу и прочитать, что здесь написано, и убедиться, что в целом генерации соответствуют тому определению, которое было указано. Например, третий снизу пример. Мы говорим, что буринга – это машина с очень быстрым ускорением, и говорим, напиши, пожалуйста, пример, предложение, которое использует это слово. LLNK отвечает, в нашем гараже у нас есть буринга, на которой отец ездит на работу каждый день. Ну, по этому предложению как будто бы из контекста становится понятно, что это машина, она есть в нашей семье, она стоит в гараже, на ней ездят, но это правда машина. И это ровно то, что мы написали. Но модель при этом использует новое слово, которое у нас 100%, ну, или 99,8% никогда не видела в тренировочной выборке. Для меня это скорее знак того, что модель понимает смысл, по крайней мере, того, что мы конкретно пишем. И если мы вспомним одну из самых первых лекций про сжатие контекста, и вспомним, что более поздний анализ на основе GPT-1 и 2 показывал, что в модели вырабатываются специальные паттерны на основе голов attention, которые позволяют ей незнакомые слова копировать. И если она понимает, что какое-то слово должно быть, я не обязательно быть с ним знакомым. Она может просто его из input скопировать в output, из входной последовательности в выходную, и просто понимая по контексту, где оно должно примерно стоять. И я полагаю, что в конкретно этом примере так и происходит, под капотом. Но этого мы, конечно, никогда не узнаем. И один из последних самых интересных примеров, которые мне хотелось вам показать, как работает in-context learning, посмотрите на этот пример. Попытайтесь понять, что здесь закодировано и что мы хотим от модели. Можете поставить на паузу, выпить чашечку чая, помедитировать, и когда вы вернетесь, возможно, кто-то из вас придет к мысли, что это очень-очень знакомая постановка задачи. У нас есть какие-то четыре чиселки, и необходимо предсказать, как будто бы класс, и здесь есть, как минимум, два класса объектов. Это, конечно же, задача Иллиса Фишера. У нас есть три вида цветка, есть четыре замера разных частей этих цветков, и по ним мы пытаемся разделить, какие цветки относятся к одному типу, к второму и к третьему. И здесь, как вы видите, был сделан некоторый припроцессинг. Вещественные значения из оригинального датасета были переведены в целочисленные, с некоторой, по сути, в специальной формуле. И после этого мы в промп, без дообучения модели, подаем некоторое количество штук, примерно 200, если я правильно помню, оригинальную статью, и подаем метки для этих объектов. А после этого подаем новый объект в последней строчке и говорим «Одведь, пожалуйста, сгенерируй номер класса, к которому относится данный цветок». Как вы думаете, хорошо ли себя покажет GPT-3? Может быть, она покажет себя очень плохо, потому что никто никогда таким образом не преобразовал датасет, приводя его к целым числам по некоторой математической функции. Или модель, наоборот, поймет эту функцию и сможет сделать reports engineering. В общем, ответ такой, что модель обладает очень нетривиальным качеством на этой задаче. Она показывает сравнимое качество с методом KNN, обратите внимание, что цифрыки прямо одинаковые, и немножко не дотягивает до логистической регрессии в этой задаче. Но действительно, что прям совсем немного. То есть, в моем понимании, опять же, это указывает на то, что модель из контекста смогла разобраться, что от нее хотят, смогла найти какие-то паттерны, смогла понять формулировку задачи и научилась хорошо предсказывать классы. Ну, на всякий случай, я здесь оставляю формулу, по которой вещественные значения измерений цветков переводили в инты. Если вам хочется разобраться в конкретной данной задаче, взять исходный код, снизу слева указана фраза, по которой вы можете загуглить и найти необходимую страницу. И последний комментарий, который я здесь оставлю, это то, что здесь оцениваются три разные модели ADA, Babbage, Curie и DaVinci. Это четыре разных размера GPT-3, от меньшего к большему. Но, как вы видите, чем больше модель, DaVinci это самая большая модель на 175 миллиардов параметров, тем лучше качество, что опять же очевидно. Модель лучше понимает контекст, модель лучше выявляет паттерны и поэтому решает задачу классификации более качественно. Из этой же статьи другой пример. Он уже полностью синтетический. Здесь никак нельзя спихнуть на то, что модель действительно взяла и каким-то образом сопоставила то, что она видела во время анализа тренировочной выборки и того, что мы ей предлагаем сейчас. Автор взял из Scikit Learn по-моему специальный класс, который позволяет вам генерировать синтетические бинарные датасеты с двумя классами. Видно, что они здесь представляются в абсолютно разные типы задач. Где-то облака очень сильно перехлестываются, где-то у облаков разная дисперсия, где-то они буквально линейно разделимы, а в седьмом случае, например, задача не подсильная для линейных моделей, потому что здесь у нас, грубо говоря, XOR pattern и линейно разделимостью тут и не пахнет. И если мы агрегируем метрики по всем девяти датасетам и посчитаем среднее, то DaVinci модель GPT-3 уже уступает KNNO, но все еще существенно лучше логистической рекраси и даже лучше некоторого ручного классификатора, который написал автор этого исследования. И опять же, картины, которые мы видим, чем больше модель, тем лучше качество. Напомню, что все данные были сгенерированы. Вероятность того, что модель смогла это запомнить из тренировочной выборки, она стремится к нулю существенно, особенно в купе со всеми другими экспериментами, которые мы уже проделали. И тут мы говорим скорее о том, что модель по контексту действительно понимает, ага, одни точки относятся к одному классу, другие к другому, поэтому для предсказания я должна отдавать вот такой-то ответ. И последние два примера из этой статьи, которую хочется привести, это линейная и нелинейная функция, заданная уравнениями, которую вы можете видеть здесь. И хочется проверить, как GPT-3 умеет экстраполировать. Здесь под экстраполяцией подразумевается, что тренировочная выборка, которую мы помещаем в prompt, она ограничена некоторым интервалом и состоит из зеленых точек на обоих графиках. А то, что находится за пределами фиолетовой полосочки на каждом из двух графиков, это то, что мы постараемся предсказывать. Но видно, что общие тенденции улавливаются моделью GPT-3. То есть она, если мы идем в левее по графику для левой картинки, модель начинает предсказывать значение поменьше, чем были в тренировочной выборке и самое главное, за пределами интервалов, которые мы ей предоставили в качестве примеров. А когда мы идем вправо, она предсказывает большее значение. Иногда даже сильно больше, как видно по правому верхнему уголку. Во втором случае, в целом, все то же самое. Модель более-менее аккуратно делает предсказания. Понятно, что хуже, чем линейная модель или преномиальная, если бы мы ее зафитили, но тем не менее, это указывает на то, что как будто бы in-context learning случается и он работает. Ну и насколько я могу судить по современному анализу моделей и исследованиям, все-таки принято считать, что действительно модели понимают контекст. Они с контекста улавливают задачи, которые вы хотите ей дать, обращают внимание на примеры и все это вливается в то, что действительно улучшается качество. Окей, и теперь мы переходим к недобросовестному использованию и исследованию темных паттернов использования больших языковых моделей. Тут мы возвращаемся в оригинальное исследование OpenAI по GPT-3 и что происходит? Делается несколько выборок по 80 человек, состоящих из граждан Америки и проверяется два этапа. Будет ли модель хорошо генерировать новости по заголовкам с одного сайта, в котором в среднем новости гораздо короче и состоят примерно из 200 слов. И насколько хорошо модель будет генерировать новости по заголовкам из Reuters, которые состоят обычно, я имею в виду, новости из 500 слов. То есть одна задача достаточно легкая, другая достаточно сложная. И насколько хорошо люди будут отличать реальные новости от сгенерированных. Станет ли это для них немного сложной задачей? Давайте подумаем. Когда мы говорили про GPT-2, мы остановились на том, что был написан эссе-ответ на какой-то вопрос, связанный с изменением климата. Его отсмотрели в шесть жюри, несколько сразу забраковали, двое сказали, что в целом оно более-менее какие-то имеет смыслы, но никаких оригинальных идей там не высказывается, что в целом применимо к новостям, к сожалению, в нашем мире. Так что возможно с увеличением размера модели действительно будет происходить такое, что люди начнут путать, а где оригинальная новость, а где спубликованная новость. И давайте сначала рассмотрим первую ситуацию с новостями покороче. Здесь показан график изменения точности людей в угадывании источника происхождения новости, машины или реальный новостной сайт. И мы видим, что чем мы идем правее, чем больше параметров в модели, тем ближе мы приближаемся к рандомному шансу угадывания. Потому что у нас была сбалансированная выборка каждый раз. И если человек угадывает лишь 50% случаев, то мы можем сказать, что он не отличается от параметка монетки. Мы каждый раз, когда говорят, это реальная новость или это фейковая новость, написанная нейронкой, мы подкидываем монетку, и вот примерно с такой же точностью угадывают люди. Что поднимает некоторые консерны. Потому что это означает, что модель GPT-3, самая большая в данном случае на 175 миллиардов параметров, может использоваться для огромного масштабного генерирования новостей по заголовкам, которые будут неотличимы обычными людьми, репрезентативной выборкой граждан, по крайней мере, Соединенных Штатов от реальных новостей. А если у вас современные исследования связаны с длинными новостями от Reuters, то там на самом деле ситуация точно такая же. Там 95% доверительный интервал для самой большой модели покрывает промежуток от 48 до 57%. То есть 50% входит в этот промежуток, что означает, что у нас опять же люди обладают буквально качеством случайного угадывателя или монетки в простонародье. Здесь также есть Control. Это группа, в которую намеренно подавали результаты генерации плохой модели, очень маленькой, но видно, что люди более-менее понимают, когда им подсовывают новости, которые отличаются от реальных новостей, которые видны на сайте Reuters. Не всегда. Все еще 10% новостей идентифицируются как сгидированные моделью, а не реальными новостниками. Наверное, повод вздуматься о качестве новостей, но большая модель вообще неотличима. И это очень важно, когда мы говорим про диплой языковых моделей в реальный мир, потому что никогда не знаешь, что ты прочитаешь. И эта проблема становится все более и более острой со временем, потому что сначала про GPT-2 мы говорили, что, ну, вроде какой-то эссе пишет, приходится некоторым образом перекомбинировать параграфы, чтобы получить хорошее эссе, но более-менее нормально. Тут мы говорим, что всего лишь подойдем в закловок новости, и модель выдает новость, которая неотличима от реальной, обычным человеком. GPT-4, и тем более GPT-5, наверное, еще более страшные вещи будут случаться. Но на этом пора подводить итоги. Во-первых, мы с вами обсудили One-Shot и Few-Shot Learning, когда мы в Prompt подаем примеры или просто подаем лишь инструкцию. И это становится отличием от GPT-1, потому что мы не делаем никакого дообучения, мы просто используем нашу модель как есть. Но то же самое было с GPT-2. Поэтому вместо измерения вероятностей относительно предыдущей модели, мы теперь заставляем модель прямо генерировать ответы. То есть она в буквальном смысле прямо дописывает один ответ или там один токен, два токена, несколько токенов, сколько ей необходимо для того, чтобы сформировать правильный ответ. В случае ответов на вопрос неудивительно языковая модель достигает статус-зарт результатов на задачах языкового моделирования и также уделывает остальные модели на задачи перевода, но по крайней мере на английский язык. На других чуть-чуть уступает. И чем более полный контекст, к которому подаем модели для работы, чем больше примеров, чем более полная инструкция, тем лучше, потому что это позволяет ей в некотором смысле лучше сжать данные, а значит иметь ниже перплексию, ниже энтропию при генерации ответов, что ведет к улучшению качества. Одна из основных проблем, с которой мы сталкиваемся в обучении языковых моделей, это то, что мы не понимаем, что модель выучила, что модель поняла, потому что очень сложно искать примеры тех задач, которые не были увидены моделью во время тренировки. В первую очередь, потому что мы не знаем, что за датасеты использовались, у нас их просто нет, а во вторую, потому что даже если бы мы имели этот доступ, у нас нет возможности взять и 500 гигабайт сырого текста перелопатить и сказать, о, действительно на этом форуме какой-то дурачок придумал такой пример, который мы задали. Возможно, мы тоже дурочки. Но при этом все кейсы, которые мы тестируем, в рамках разумного, конечно, мы тут не просили модель написать научную статью, которую выделил Бенштейн, но какие-то простые кейсы, которые мы пытаемся тестировать и которые, как мы верим, раньше не случались в интернете, оно в целом работает хоть как-то или даже работает хорошо сравнимо с классификаторами, которые обычно используются для таких задач. И последний вывод, это то, что остро появляется проблема генерации fake news, когда генерация моделей неотличима от реальных, и в теории нужно как-то об этом заботиться, как-то об этом думать, но об этом в следующих сериях. Что ж, а у меня на этом все. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok